Друзья, всем огромнейший привет! Меня зовут Маргарита, очень рада вам на этом канале и сегодня хочу с вами поделиться 15 шагами, которые помогут вам отрастить свои волосы, то есть я поделюсь своим опытом и надеюсь вам будет полезна эта информация, а еще здорово, чтобы вы ее применили и у вас был супер эффект. Я думаю, что у вас все получится. Итак, первый пункт, который помог мне отрастить волосы, это не стричь их, то есть я в последний раз подстригала кончики 2 года назад, если же мы видим, что они совсем уже печальные, то их необходимо подстричь, но если они еще нормальные, то на мой взгляд лучше их не подстригать, а как бы отращивать, потому что, как правило, когда мы идем чуть-чуть подстричь, могут нечаянно подстричь больше или мы можем передумать. И, в общем, поэтому лучше пореже ходить в парикмахерскую, если же видим, что наши кончики здоровые. Возможности реже стричься или же вообще не стричься, если же кончики очень хорошие. Итак, второй пункт у нас это не красить волосы, то есть наш природный цвет волос имеет и так красивый оттенок, просто, так сказать, надо принять себя, полюбить себя и если же нам, как правило, мы хотим покрасить волосы, потому что нам не нравится его цвет, не нравится его оттенок, но с помощью природных ополаскивателей можно добавить волосам блеска, можно добавить чуть-чуть того оттеночка, которого мы хотим, то есть сделать их немножко светлее или немножко темнее, но самое главное, конечно же, нам нравится, чтобы волосы были здоровые, блестящие, и это в большинстве случаев зависит от ухода, конечно, от генетики много чего зависит, но наши красивые волосы, свой красивый прекрасный цвет. И если мы родились вот с этим цветом волос, значит, это не случайно, и, возможно, надо как-то попробовать полюбить себя в этом цвете, попробовать походить в нем, и также это позволит, когда мы не окрашиваем волосы, они у нас более здоровые, то есть нам реже их надо постригать, и они выглядят, естественно, здоровыми, красивыми, прекрасно. Третий пункт, который, мне кажется, очень мне помог в том, чтобы отрастить длинные волосы, это визуализация, то есть я представляла, что у меня уже длинные волосы, длинные, вот я хотела себе, допустим, подлиннее, вот я там себе представляю, до попы волосы, да, сейчас они еще не до попы, но уже существенно отросли, то есть я представляла и представляю, что у меня длинные волосы, что они здоровые, что они там слегка вьющиеся, они у меня вьющиеся, вот, ну это я вот именно, то есть представляю, какую я хочу их структуры, какой я хочу длины, и мне кажется, что с каждым днем они становятся именно такими, как я хочу, все лучше и лучше, вот, и мне кажется, в этом процессе помогает именно визуализация. Четвертый пункт это питание, то есть хорошо бы добавить в свой рацион больше полезности и убрать вредности, вредности это все, что у нас, скажем, такая, как синтетическая еда, да, все, что со всякими там добавками, усилителями вкуса, то есть это хорошо бы убрать, а добавить больше полезности, это таких, как пить воду, да, хотя бы несколько стаканов выпивать в день чистой воды, зелени добавить, фруктов, овощей, и немножко добавить орешков и бобовых. Следующий пункт это использование твердых шампунев, то есть твердый шампунь, я на него, так сказать, не так, ну, в общем, не знаю, сколько уже там, наверное, пользуюсь, но года два, наверное, точно пользуюсь, и очень им довольна, поначалу, конечно, эффект такой, ну, во-первых, он натуральный, натуральный и, так сказать, он еще только пользует для волос, то есть они содержат вредных веществ, поначалу было непривычно мыть волосы твердым шампунем, потому что немножко отличается эффект, как, допустим, мыло жидким шампунем и бальзамом, и потом я перешла, допустим, на просто твердый шампунь без бальзама, было немножко непривычно, но со временем, ну, просто сам как-то эффект от помытых волос, они такие, как будто, как до скрипа помытых, типа вот такого, но, как бы, это куча плюсов, потому что растут быстрее, более здоровые, менее грязнятся, твердых шампунев тоже есть большое количество, поэтому, если какой-то вы, допустим, попробовали и вам не понравился, то не надо расстраиваться, попробуйте разные шампуни, потому что они тоже очень-очень разнятся между собой, вот, и дайте шанс этим шампунем быть вашими любимыми, попробуйте их немножко дольше, не после первой процедуры, попробуйте там, не знаю, несколько раз помыть голову, очень хороший эффект дает после шампуня именно сполоснуть водичкой с лимоном, также, то есть, это буквально там долька лимона, хорошо выжатая и добавлено, может, где-то на пол-литра водички прохладненькой, если хочется светлее волосы, этот вариант очень подходит, допустим, 2 столовых ложки ромашки на пол-литра кипятка, она остывает, я процеживаю ее и споласкиваю волосы, тоже очень-очень нравится эффект, потому что они становятся более блестящими и такой красивый, блестящий эффект дает ромашка. Можно ополаскивать еще и крапивой, она также полезна. Следующий пункт – это массаж головы, очень-очень классный эффект дает, массируем голову, можно так вот потереть ручки, можно не тереть, можно просто вот так вот взять и просто вот так вот легонечко себя помассировать, так как нам нравится, можно вот так вот помассировать, но мне больше всего нравится мягенькой части, то есть не ногтями шкарябы, а вот тут мягенькими пальчиками, подушечками пальцев вот так вот мы помассировали, помассировали волосики наши, можно так прогладить потом, вот тут возле височков помассировали, вот так вот зашли, все хорошенько помассировали, затылочную часть помассировать, То есть массаж дает очень хороший эффект, так как кровь приливает к голове и волосы стимулируют лучше рост волос. Так что это очень приятная процедура и очень полезная для волос. Также, когда моем волосы, тоже хорошо их помассировать. Как проснулись, помассировали, это мы так тоже, можно сказать, и более проснемся быстрее. И когда идем перед мытьем, помассировать очень хорошо. Это все очень полезно и все способствует здоровым, длинным, красивым волосам. Следующий пункт это маски для волос. Все-таки, чем длиннее наши волосы, тем больше они требуют питания. Поэтому маски для волос очень полезны и очень хороши. Не сильно много масок пробовала, но из тех, что мне сейчас нравится, которые я иногда делаю. Мне кажется, хотя бы раз в месяц надо такую делать маску, или хотя бы раз в несколько месяцев надо делать. Это вот такие маслянистые маски. Масляные маски очень полезные, очень питают волосы. Единственный их минус, это то, что их сложновато смыть. То есть, бывает, там, два раза промыл шампунем, и они не смываются. То есть, тут лучше тогда это делать, либо когда мы в выходной день, либо когда у нас побольше времени, чтобы мы могли хорошенько промыть, не с маслянистыми волосами ходить. Итак, мне нравится очень маска кокосовое масло плюс мед. Вот эту маску я нагреваю на водяной бане слегка, и чтобы они были в таком жидком состоянии. И эту смесь наношу на корни, по всей длине и на кончики. Далее одеваю шапочку резиновую, закручиваю волосы вот так вот, одеваю шапку, пакет, да, либо резиновую шапочку. Одела шапку, и все. То есть, я так хожу, вот, ну, сколько мне там комфортно. То есть, я читала, что можно ее на ночь, но, в принципе, через пару часов мне уже как-то хотелось ее смыть. То есть, я пробовала ее только на пару часов, но уже эффект был очень приятный. То есть, волосы были такие мягенькие, стали еще более мягкими, еще более такими напитанными, живыми очень. В общем, так что маски, это очень нужная вещь для наших волос. Также я как-то периодически делала маски с репейного масла. Вот из того, что я делала последние несколько лет, это было маски из кокосового масла и маски из оливкового масла. Просто оливковое масло, слегка теплое, наносить на корни, длину и кончики. Подержать и потом смыть. Следующий пункт, это по возможности расчесывать наши волосы, когда они сухие. То есть, когда они мокрые, и мы их начинаем дергать, да, то, в общем, это, конечно же, травмирует волос. Как правило, расчесываю, чтобы они были практически сухими, потому что я их еще могу в процессе, если они не совсем еще высохли, то я их могу немножко, так как волосы волнистые, я их могу немножко еще, типа, так сказать, более выровнять. Вот, и поэтому я их расчесываю слегка влажными. Но если у вас там более ровные волосы, или вам сушка не влияет на прямоту ваших волос, то лучше их расчесывать, когда они сухие. Следующий пункт, длинные волосы, или волосы, которые хотим же были длинные, необходимо слегка заплетать на ночь. То есть, например, вот, ну, какую я там делаю прическу, да, хотя бы вот так вот легенькую какую-то косичку заплести на ночь. Для чего это нужно? Ну, либо косичку, либо такой-то вот жгутик заплести себе. Вот, например, вот так вот заплести себе. Для чего это нужно? Для того, чтобы не травмировать наши волосы, потому что ночью мы можем крутиться, и так они будут меньше спутываться, легче будет расчесывать их. Осушить волосы лучше естественным образом, заранее планировать мытье волос, если они уже более длинные, да, то их надо временно, чтобы их помыть, поэтому лучше планировать заранее. Я помою их утром, и знаю, что как бы я, у меня несколько часов еще есть, что я еще, допустим, не выхожу на улицу, и они у меня спокойно высыхают. Вот, на ночь я их не мою, потому что они долго сохнут, и если я лягу с такими слегка мокрыми волосами, то они, в общем, будут у меня смотреться, в общем, не очень, или они просто даже не высохнут. Если я их заплету в какую-то косичку, то они, как правило, не высохнут. То есть мне надо либо за несколько часов до сна мыть волосы, либо, то есть, мне кажется, что тут важно знать, сколько наши волосы сохнут, и это время планировать на то, чтобы они все-таки успели высохнуть. Следующий пункт – не пересушивать наши волосы, не использовать средства, которые могут повредить наши волосы, это плойка, фен, утюжок. Конечно же, то есть я имею в виду не использовать каждый день эти плойку, фен, утюжок, потому что же они присушивают наши волосы, поэтому по возможности, если это комфортно, если волосы и так достаточно красивые без этих срез, то лучше не использовать. Если же нам некомфортно, когда наши волосы выглядят не так, как мы хотим, то что делать, будем их использовать, но как можно реже, если это возможно, найти свой метод, как их сушить, как их укладывать, волосы так, чтобы они были и так красиво смотрелись, без фена, утюжка и плойки. И эти методы возможны, не используя фена, утюжка и плойки. Также важно мыть волосы в такой прохладной водичке, не в горячей, например, я люблю очень мыться в такой горячей воде, но все-таки для волос полезно, чтобы вода была такая, скажем так, более прохладная, чем для всего тела. И самое последнее ополаскивание должно быть сам, так сказать, еле тепленькая водичка. Также, допустим, если наши волосы очень спутываются, хорошо бы покупать специальные масла, которые помогают легкому распутыванию, чтобы мы их не смыкали, а вот какое-то масло использовать или где-то вот у нас они сильно спутались, то есть использовать специальные масла, не утяжеляли волосы, не делали их жирными. То есть надо такое тоже подобрать масло. У меня есть такое масло, которое нам подходит, и в принципе я себе и дочкам использую такие вот масла, которые помогают им расчесывать волосы. Что мешает нашим волосам отрасти, да, как по мне, так это то, что хочется перемен, хочется что-то изменить с волосами, хочется их то подстричь, то как-то, не знаю, то опять отрастить, то подстричь челку, которая совсем не идет. Вот, ну как-то в этот раз думаешь, может будет идти. Время, что я не подстригала, мне помогло то, что если я хотела каких-то изменений, я просто меняла, допустим, могла или накрутить, или более выпрямить, да, меняла прическу. То есть я делала волосы волнистыми, или делала кучеряшки. Если хочется что-то еще более эффектное, да, хочется, если куда-то, чтобы не дома сама делать, а куда-то пойти, то так же сам можно пойти в салон, да, и сделать какую-то красивую прическу. Да, это будет какой-то, скорее всего, плойки, да, фены, очень-очень, но тем не менее, если ставить на кон то, что мы могли просто отрезать эту шевелюру вот так вот, да, или вот так вот, а потом вот так вот, а просто мы его закрутим, будем верить, что это все равно во благо нам, потому что мы будем выйдем оттуда счастливые, красивые, довольные жизнью, да, то это точно, что будет во благо. Поэтому я думаю, что очень здорово делать для себя вот такие праздники в виде красивых причесок, в виде изменения, в виде вот таких вот праздничных причесок, то есть, мне кажется, сделать какую-то другую прическу, да, ходили с прямыми, сделали волнистыми, ходили с волнистыми, сделали прямые, или сделали волны, сделали разные прически. Это уже добавляет такое вот, так сказать, другое настроение. нашим ощущением как мы обновились и мы что-то изменили вот но опять же таки если очень-очень хочется сильно постричься и если пострелись это уже тоже не корить себя а все-таки опять по этим пунктам идти и ваши волосы обязательно будут расти быстрее здоровее и красивее ну что красаточки на сегодня все пишите комментариях пожалуйста что было вам интересно полезно или чтобы еще хотелось бы узнать и делитесь своим секретом как вы отрастили волосы что вам помогает отращивать волосы и делать их красивыми и здоровыми и спасибо что досмотрели это видео до конца спасибо что были со мной и всем красивых блестящих здоровых волос пока пока